Привет, с вами Джамбу Макс и сегодня мы поговорим о ситуации, которая происходила вокруг консоли Xbox совсем недавно. Перед началом видеоролика, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно пишите свое мнение на этот счет и давайте начнем. Если вдруг кто-то не догадался, то сегодня речь пойдет о отношении пользователей к консолям Xbox после нашумевшей истории с отменой подписки Xbox Game Pass, для тех, кто ее получил не совсем легально. Если вдруг хотите подробности об этой теме, то просто посмотрите видос, который будет в подсказках. Ну а если коротко, то некоторым ребятам довелось получить подписку за 2000 рублей на срок около 3 лет. Это было сделано при помощи сгенерированных кодов Xbox Game Pass для ПК и, как вы поняли, подписку эту отобрали. И как раз таки после этого многие показали крайне негативное отношение к компании Microsoft и к самому бренду Xbox в целом. Хотя, знаете, это немного забавно, поскольку люди сами обошли систему, но когда их поймали, винят при этом саму компанию. Как-то странно. Почему я к этой теме остался неравнодушен? Ну, во-первых, потому что мне очень нравится смотреть на то, как мыслят другие люди по поводу тех или иных игровых устройств и предложений. Ну а второе, пожалуй, из-за неравнодушности консоли Xbox в целом, поскольку с года 2015 я начал свой путь как чел, который показывает консоль Xbox с хорошей стороны. И то, когда ты видишь, что по сути та аудитория, которая вроде как полюбила эту консоль за геймпад, систему, эксклюзивные франшизы, потом выясняется, что на самом деле она ее не полюбила, а просто использует ради халявы, становится грустно. Чтобы вы понимали, я ни капли не осуждаю ребят, которые экономят, поскольку у каждого свой заработок, свои ценности и так далее. И пиратя сам во времена Xbox 360 я прекрасно понимаю всю ситуацию. И объективно, не каждый может себе позволить там платить фулл ценник за подписку. Да, сейчас по сути косвенно поднимается тема пиратства, хорошо это или плохо, но тут немного другой случай, поскольку приобретение подписок и игр с другого региона это частично легально. Да и о чем речь, если я и сам часто советую проверенных ребят, которые могут вам помочь с приобретением игры дешевле. Если вдруг кто-то их не знает, то это ребята из X-Games, они вам и подписку сделают, и любую игру помогут приобрести, ссылочку оставлю в описании. Поэтому в экономии нет ничего плохого, ибо мы сами закупаем у них, и к тому же в данное время никак, кроме как через посредников, игры купить официально нельзя. Вообще, экономию именно на Xbox я рассматриваю чисто, наверное, как возможность, как некий дополнительный бонус к их эксклюзивным франшизам, концепции, к их удобной системе, а не как главный плюс консоли. И, наверное, от этого я недопонял многих людей в комментариях. Самая главная идея этого видоса, это, пожалуй, взглянуть на более искреннее отношение некоторых пользователей к бренду Xbox. Поскольку, когда у Xbox появляется новая халява или что-то бесплатное, таких комментариев вы вряд ли увидите. Из комментариев, которые я сегодня вам покажу, вы увидите, что, оказывается, многие недовольны подпиской Xbox Game Pass, и если бы не Аргентина, то они бы без проблем выбрали плойку пятую. Меня, кстати, в этой теме больше, наверное, зацепило именно отношение за счет той или иной цены. Если вы внимательно смотрите мои ролики и понимаете истинный посыл, спойлер, это могут далеко не многие, то вы должны понимать, что, когда я в последнее время говорил об отношениях к играм Xbox, к наполнению подписок, я всегда цеплял фактор того, что люди за меньшую цену к тому или иному продукту будут относиться более лояльно, даже если проект, мягко говоря, так себе. И, в целом, после недавнего видоса я в этом убедился стократно, но был немножко в растерянности, поскольку выяснилось истинное отношение к консоли в общем. Сегодня я вам зачитаю несколько комментариев и рассмотрим истинное отношение ребят к консоли Xbox. И да, тут маленький нюанс. Дело в том, что на сегодняшний день официально подписка сейчас стоит около 20 тысяч рублей на год. И тут даже я считаю, что это перебор. Но данная ситуация рассматривается исключительно на тот момент, а именно тогда, когда подписка стоила 19 тысяч рублей. Погнали. Всем привет, это Россия. Тут 80 людей живет от зарплаты до зарплаты. Если продукта по акции, по скидкам не покупать, то денег не будет вообще. Ипотека, квартплата, продукты, лекарства за садик заплатить. Да, много чего еще по необходимости. Геймпасс за 12 тысяч на год? Это цена на 4 тысячи ниже, чем консоль One Bu стоит. И что же в этом геймпассе достойного? А какое количество достойных и желаемых игр геймеры поиграют за год? Проще бы у диски покупать, прошел игру и продал потом диск за ту же сумму. Или чуть дешевле. И если повезет, то еще и с профитом. Денег нет, в этом проблема 12 тысяч за год. 80-85% подписки, полный шлаг. Имхо, спасибо за внимание. В целом, опять же, я согласен, что не все могут позволить себе покупать подписку за фуллценник, но когда мы говорим про игры, то мы говорим о развлечениях, то есть не особо важных для жизни продуктах. Это не хлеб, не вода и без игр можно обойтись, особенно если это не позволяет бюджет. И на мой взгляд, ставить необходимые жизненные продукты на один уровень с играми некорректно. И к тому же, если более детально подходить к разбору и распределению средств, то оно у всех по-разному. Условно, если взять эти 80%, то окажется, что у них часть денежных средств может спокойно уходить на си или пивко. Но тут опять же дело каждого. Геймпас за 12 тысяч он сравнивает зачем-то с бюк-консолью. И да, по факту тут многие могут офигеть, что, мол, какая-то там подписка стоит почти как бюк-консоль прошлого поколения. Но хочу сказать, что игры на консолях всегда стоили дорого и стоят до сих пор. И содержание консоли в длительном промежутке в любом случае выйдет дороже, чем сама консоль. И лично, как по мне, подписку лучше сравнить с актуальным ценником на игры. И в этом случае, как ни крути, подписка будет выгоднее, нежели покупать нужные игры по отдельности. Поскольку какой-нибудь ААА проект стоит там около 4-5 тысяч, а подписка на 12 месяцев всего лишь 12. И да, чтобы вы понимали, я не оправдываю этот ценник. Я просто предлагаю рассмотреть эту ситуацию по-взрослому, как работает рынок на самом деле. Просто, к примеру, если бы я открыл там магазин видеоигр, я бы не смог вам предоставить консоли и подписки намного дешевле, чем на рынке, ибо у всех товаров есть некая закупочная цена. Ну а что касаемо последних приложений, то для данного пользователя в подписке 80-85% шлака. И если учитывать, что у него не особо с бюджетом, то получается, что человеку в данном случае проще как раз таки все-таки купить этот шлак, но за меньшее количество денег. И как бы это забавно не звучало, но это как в анекдоте про пирожки с говном. Брать сейчас геймпасс в России за фулл прайс просто бред. Рубль на дне в стране кризис и полные ахтунка, да и до этого мы все хотели региональные цены, тупо потому что хуже других живем. ЗП другие, нежели на цивилизованном западе. Если там закосарив геймпассы это норма, то у нас это серьезная трата, тем более учитывая, чем нас кормят в подписке. Так что у меня нет осуждений совсем никого, понимая негодование людей. Еще раз повторяю, что я рассмотрю ситуацию на тот момент, а именно когда подписка стоила 19 тысяч рублей, ну чтобы вы не забывали. И знаете, забавно наблюдать за людьми, которые на западе не живут. И как говорится, везде хорошо там, где нас нет. Но тут опять же, если продолжать рассматривать эту цену, то берите не только кадры из каких-нибудь там фильмов, а также стоимость налогов. Но тут опять же можно сделать вывод, что в подписке оказывается не совсем уж и годнота. Согласны вы с этим или нет, напишите в комментариях. Если в Аргентине по курсу доллара стоит подписка копейки, значит везде цены должны быть плюс-минус одинаковые. При любом раскладе. А так, просто понимая, что официальным лохотроном попахивает очередным, и платить 12 тысяч за подписку, которая стоит 2 500, в другой стране, а также по курсу доллара считаю лохотроном. Доктор Дизель. А вот твои работодатели могут считать, что рабочая сила должна быть везде оплачиваться, так же как и в Китае. Очень дешево и при любом раскладе. Будешь ли ты этому рад? Не думаю. И если вы каждый раз требуете меньше цены, то начните требовать уменьшения зарплаты, ведь в этом мире должно быть всему равноценный обмен. В общем, конкретно этот пользователь, видимо, далек от реальности, как устроен мир в целом, и не знает, что такое курс. У каждого региона своя цена, и если вдруг вы не знали, то мы больше относимся к Европе, поэтому у нас и цены соответствующие. Да что ты заладил, халявные, халявные. Это адекватные цены в Аргентине, такими они и должны быть. Если бы не Аргентина, то я и многие купили бы PlayStation 5, но там цена и консоль на игры просто неадекватные. Трати десятки тысяч на игры, это неразумно им хо. Игры не занимают всю жизнь нормального человека, чтобы за них переплачивать. То, что в Аргентине адекватные цены, это игра слов. Они просто тебе доступнее по отношению к твоему курсу. Что касаемо перехода на плойку пятую, заметьте, что Аргентина это ключевой для него фактор. Да, на Sony игры и консоль дороже, но исходя из коммента, если бы не Аргентина, то лучше бы он переплатил за плойку, ибо в его сознании по каким причинам плойка все-таки лучше. Но из других комментариев я уже предполагаю почему. Если без Аргентины, то зачем эта подписка за фуллценник по буржуистским ценам? За 15 тысяч это все еще топовые предложения? Предлагают взять срез с ААА проектов, которые попали в подписку с первого дня релиза за год. Halo, Forza, Flight Simulator, MBO Hyperion, ну и неплохие психонавты. Но вот прежде чем говорить, что подписка топовая, просто представьте, что коробка еще не куплена. Вы сидите на вид, и у вас выбор между плойкой и боксом. Плойка у перекупов дороже на 5-10 тысяч, ну и что вы выберете? Halo, Forza с авиасимулятором? Или плойку с новым пауком, Horizon, Returnal, Ratchet? Не, можно поугарать над мальчиком носком, палить по-моему имя кинсу от Sony, но станет ли от этого Ubisoft Halo или очередная гоночка круче? И да, это то самое. Я эту тему уже пытался поднять, особенно после E3, что игры Xbox, а именно эксклюзивные игры от внутренних студий, несмотря на свою разнообразность, как многие пишут, на свою репутацию тех или иных студий, на самом деле, по факту, в большинстве в своем далеки от франшиз Sony. И условно, если сравнивать эксклюзивы нового поколения лоб в лоб, то получится, что люди будут готовы заплатить как раз-таки за кинцо в джунглях с роботами, за нового там Человека-паука, нежели за ассимулятор самолета или мертворожденный Halo. Я понимаю, что у всех свои вкусы, но тут я отчасти согласен, что экзы Sony за счет их хайпа, там может быть реалистичной стилистики, больше батит на покупку, нежели тот же самый Starfield. Чтобы понимать отношение людей к тем или иным играм, именно к массовости, уберите эксклюзивные игры Xbox с подписки Xbox Game Pass в день релиза, и вы поймете, что оказывается Starfield может получиться и не таким многоожидаемым, и купят его не так много человек, как тот же условный бог войны. И тот же Redfall от знаменитых Arkane, многие могут и не покупать на старте, а дождутся скидок. Что касаемо личного отношения к подписке, то я считаю, что это все равно выгодное предложение, при условии, что тебе нужны игры в ней, просто если они не нужны, то тогда ты просто ее не покупаешь. Да, чтобы вы понимали, нынешняя цена именно там в 20 тысяч рублей без официального представительства реально дорого. И морально даже я ее никак не отобью, поскольку триплые проектов завозят не так много. И поскольку майки от нас отвернулись, тут я точно всем советую экономить, ну потому что официально ничего не купить по сути. Лично я всегда приобретаю и буду продлевать эту подписку по одной простой причине. В игровой индустрии много игр, которые я не прошел, много игр, в которые я играю до сих пор, и подписка к Game Pass меня держит как раз таки из-за своего наполнения, то есть платя эту сумму в год, я практически всегда при желании могу найти то, во что я могу поиграть. То есть сейчас, когда игровая индустрия не особо балует какими-то там крупными и качественными проектами, мне прикольно обратить внимание на то, что мне уже доступно, нежели покупать новинку, которая мне не особо понравится. Поэтому я лично считаю, при любых раскладах Game Pass это просто хорошее предложение, за исключением расклада, когда вы имеете уже все игры, которые хотите поиграть. Условно, я всегда продлеваю подписку из-за эксклюзивных франшиз, гири форзы, из-за новых там частей, из-за старых. И помимо них, я получаю еще то, что я бы скорее всего не купил, но поквырялся бы в этом. Единственное, за что я ругаю Microsoft, так это за их последнее наполнение консолей экзами. То есть крупные проекты, они делают крайне долго, и они, к сожалению, далеки от визуала Sony. И поскольку Майки это гигант, другого я и не жду. То есть крупные проекты, они делают крайне долго, и они, к сожалению, далеки от визуала Sony. И поскольку Майки это гигант, другого я от них и не жду, кроме как некого ответа. И при условии, что у них много бюджета и много студий, хотелось бы намного больше чего-то масштабного, нежели коопный проект с гриндом, с мультяшной стилистикой. Ну все-таки 12 раз лосс, мне кажется, не зря жду своего часа. Если вдруг кто-то будет угорать над тем, что я больше казуальный геймер, да тебе вот только в кинцо от Sony играть, то да, мне нравится в играх визуал, мне нравится кинцо, может быть мне кто-то предъявит за это? Мне нравится реалистичная картинка, ибо это неотъемлемая часть видеоигр, на которую смотрит каждый, и если вы вдруг не казуалы, то объясните мне, пожалуйста, почему же вы так солистки битком от показанного геймплея Hellblade 2? Или почему все рады, что Forza 8 так сильно выросла в графике? Визуальная часть это неотъемлемая часть видеоигр, и особенно когда она выходит на новое поколение, ибо если графический план не растет, то зачем вообще тогда растет мощь? А, ради 4К, угу. Лично я выбрал Xbox Series S, потому что это тупо самая дешевая игровая платформа на сегодняшний день, а не потому что мне какие-то там конкретные игры от Microsoft нравятся. Ибо купить игровой ПК за 30 тысяч нереально, вот и все, была бы возможность купить ПК вот с такой связкой за 30 тысяч, то я естественно купил бы комп. Это, кстати, еще одно подтверждение, что людям на саму консоль в целом немного все равно. Всех байтит просто ее доступность. Это, кстати, ни в коем случае неплохо, и это действительно преимущество Xbox, вот тебе там за 27 тысяч карабокс, играй. Кстати, если хотите, то по ссылке в описании я оставлю в магазин, где реально хорошие цены на консоли, и поэтому если будут они в наличии, то обязательно приобретите как можно быстрее. Но опять же, при всем при этом, само сообщество игроков именно Xbox пропадает. И оно на самом деле отличимо от сообщества, которое было в 2016 году. Если же раньше это было некое сообщество, которое обсуждало игры, минусы и плюсы системы, то сейчас это люди, которые просто имеют платформу, потому что это дешево. Это условно, знаете, как люди собираются пить пиво. Кто-то приходит, чтобы там насладиться вкусом, попробовать что-то новое, с кем-то этим поделиться, обсудить. А есть те, которые просто пьют любое пиво, ну вот потому что. Опять же, тут я никого не осуждаю, тут выбор каждого просто немного разной ситуации. А никто в СНГ никогда не скрывал причину относительно популярности Xbox, а именно дешевизна и выгода. Был смысл покупать Xbox, пока он стоил значительно меньше аналогичного ПК по мощности, а за плюс-минус те же деньги можно собрать хороший игровой ПК. Xbox автоматически становится не нужен. И есть смысл возиться с подписками и играми, пока это позволяет сделать относительно дешево. Геймпас за 2-4 тысячи рублей в год это крайне выгодное предложение в любом случае, даже несмотря на то, что список предоставленных игр в подписке удовлетворяет далеко не каждого. Геймпас за 12 тысяч рублей это наглое, никому не нужное грабительство. И дело не в бредовых аргументах в стиле иди работай, может сможешь оплачивать подписку, а в том, что если ты такой обеспеченный, что готов забыть про Аргентину, покупать среднюю по качеству игры от Microsoft по 4-6 тысяч рублей и подписку за 12 тысяч рублей, то зачем тебе Xbox? Собирая вот такой вот ПК и играя в гораздо лучшем качестве, чем на Xbox Series X, с гораздо лучшим FPS, который не зависит, хотели разработчики обновить свою игру под новую консоль или нет. Привет, Kingdom Come и Red Dead Redemption 2. С гораздо большим разнообразием возможных контроллеров, играя в ExoMicrosoft при помощи DualSense, круто же. Точно так же подключая ПК к телевизору и играя лежа на диване параллельно допопивая виски. Ну а теперь вопрос, для чего и для кого будет нужен Xbox в случае прикрытия лазейки с Аргентиной? Лично мой Series X сразу же на елу полетит. Всем комплектов вместе с аккаунтной, ибо смысл тогда в нем? В играх, которые есть на ПК, в гораздо лучшие качества, из-за исключения там Fable 2, гирзы 2 и 3, но если прям нравятся именно эти части и без них никак, привет Авито и прошитый Xbox 360 за 5-10 тысяч рублей. Может смысл в геймпаде за 10 тысяч рублей, который выглядит и ощущается как китайская поделка с Алиэкспресс с ужасного качества пластиком, дешевым глянцевым звуком крестовины и всех имеющихся кнопок, бьющихся об край стики с характерным звуком, резину же нельзя было там по краю положить, очень дорого, наверное. А может вспомнить тот факт, что геймпад от Series практически ничем технически не отличается от Xbox 360-2005 года выпуска? Гироскоп? Не. Динамик? Не думаю. Микрофон? Не слышал. Сенсорная панель? Не в этой жизни. И тут возникает вопрос не в том, а нужно ли это вообще в геймпаде, а в том, почему этот пустой кусок китайского пластмасса стоит 10 тысяч рублей, а космолет от Sony 5 тысяч рублей. Где справедливость? Так за что любить Xbox в вакууме? Какие есть причины? Этот коммент, пожалуй, еще раз подтверждается некое мнение, что Xbox как платформа без Аргентины по сути не нужна, ибо есть альтернатива, которая будет намного лучше, и это ПК. Тут опять же отвечу чисто за себя. Я владею ПК и консолью Xbox, и в целом за счет всех приведенных аргументов я по сути должен играть на ПК, если я не пользуюсь активно Аргентиной. Но я не активно пользуюсь Аргентиной, и сижу на коробке, и каждый день играю именно на ней. Мой выбор заключается в том, что на ПК даже с играми от Microsoft бывает куча проблем. Стор не работает, там игра не запускается, что-то свернулось, вылетело и так далее. Еще раз говорю, что я объясняю именно за свой выбор и за свое видение. И мне на ПК из-за всех этих проблем играть чисто некомфортно. Я понимаю, что ПК будет там функциональнее, с более красивым визуалом, но я по жизни консольщик, который не хочет сталкиваться с проблемами на ПК. Хочу просто вечером взять геймпад и без всяких проблем поиграть в ту или иную игру, которую хочется. Ну а что касаемо ценника на геймпад, то официальная его стоимость была меньше, чем DualSense, и если DualSense стоил там около 6 тысяч, то геймпад Xbox Series как раз таки стоил дешевле и около там 5300. Сейчас цены другие, да, но тут, увы, тут дефицит, к сожалению, влияет, всякие курсы и тому подобное. А так, да, тоже не понимаю, почему Xbox не может уже какой год вести те же приколюхи, что и в геймпаде DualSense. Xbox пока и существует на плаву благодаря тому, что это самая выгодная консоль среди всех имеющихся. И, по сути говоря, честно, это единственное весомое преимущество перед плойкой. Уберите дешевые игры и подписку, и Xbox в России резко станет абсолютно никому не нужным барахлом. Особенно учитывая падение ценной видеокарты и, как следствие, возможность даже прямо сейчас собрать адекватный игровой ПК по цене Xbox Series X. И там я даже пропираться напоминать не буду, скажу просто про Steam, который по ценовой политике зачастую делают даже Аргентину. И напомню тот факт того, что добротный игровой ПК больше или равно Xbox, ибо игры те же самые, плюс некоторые уникальные, в том числе и от системы конкурентов. Так что, откровенно говоря, так и есть. Xbox нужен в СНГ только пока его содержание относительно дешево. Уберите этот факт, и у Луавито заполнит тысячи объявлений о продаже с Xbox с возможностью обмена на плойку или ПК. Сам являюсь обладателем Xbox Series пока что. Этот комментарий, к моему сожалению, является, скорее всего, правдой к тому, как сейчас относится к Xbox. То есть, по сути, сейчас все те, кто схваляет эту консоль до усрачки, защищают ее в комментариях, при этом говорят, что они лютые фанаты. Если убери от них возможность Аргентины и подписки, вы будете в шоке от того, как поменяются комментарии и их мнения. Опять же, ситуация рассматривается до ухода майков. И знаете, самое забавное, и в то же время, к сожалению, самое плачевное то, что я давно не слышал реальных плюсов консоли Xbox от простых пользователей. Мол, чуваки, я взял Xbox ради, там, например, серии Gears of War. Чуваки, я купил консоль ради удобного геймпада, как это было, например, в году 2015. Сейчас все отношения в СНГ реально складываются за счет доступности к халяве, и пока я радовался тому, что любителей Xbox становится все больше, я не учел тот факт, что больше становится не любителей, а всего лишь обладателей, которые, скорее всего, после очередного повышения цен или же закрытия там доступа к Аргентине просто на язык перейдут на другую платформу. Многие могут цепануться к фразе «закроют Аргентину», а значит, нигде вообще нельзя будет покупать игры сейчас. Еще раз повторяю, что ситуация рассматривается чуть ранее. На сегодняшний день Аргентина — это единственный вариант приобретения игры, поэтому как-то так. Объясню, почему у меня на всю эту ситуацию вот именно такое видение. Наверное, потому что игровая индустрия и те самые игры — это мое самое главное хобби. Я всегда мечтал найти людей, с которыми мы будем там тусоваться в одной движухе, друг друга понимать. Это, условно, знаете, какая-то движуха по типу, как кто-то собирает марки. Я понимаю, что со стороны может это и бред, но так или иначе, все люди, которые являются участниками этого сообщества, это настоящие люди, которые любят это дело, и от этого кайфово. Но вот что касаемо моей игровой темы, а именно Xbox, то такие люди тоже есть, и огромный вам респект за это, за то, что вы в нашей движухе. Но мне кажется, что истинных фанатов Xbox осталось такое же количество, как в году 2015, когда вышел Xbox One. То есть их немного. Но опять же, тут свое видение, своя позиция, поэтому каждый волен делать так, как хочет, но я бы вам посоветовал получать от игровой индустрии именно удовольствие, а не гнаться за тем, что просто дешевле, поскольку тем самым истинного удовольствия вы можете попросту не получить. В общем, под этим видосом я жду от вас очень много комментариев о вашем отношении к консоли Xbox, как вы относитесь к нему, как вы смотрите на его франшизы и как смотрите на влияние Аргентина во всем этом вопросе. На этом у меня все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и большое спасибо за просмотр. До новых встреч.